I have ways of blowing things up. Ага, поехали тогда в обычную. Серьезно, или мне так везет, я, по-моему, ну, бывало такое, что я на другие города натыкался там по два или по три раза. Берлин, по-моему, шестой раз попадается. Ну, серьезно, так нельзя. Так. Ташкент, Сингапур, Каир. Ну, нам есть во что поиграть, поехали тогда в Ташкент. Вот, соедините уникальные яркие станции, которые усилит ландшафт, как поэтично. Ну, ну да, ну да. Сразу начинаем с тоннелей, хорошо. Нам их дали три штуки. Учитывая, как выглядит центр карты, это будет весело. Сколько там? А, погодите, нам вроде как от Ташкента сейчас ничего не зависит, как бы это плохо не прозвучало. Ну, я имею в виду, что нам не надо его проходить на определенные штуки. Короче, ладно, поехали, играем. Наберем 500, если наберем 500, постараемся набрать 1000. Наберем 1000, будем рады. Не наберем 1000, будет печально, но ладно. Какой у нас неспешный такой вагончик. Смотрите, как он медленно набирает. Офигеть просто. Фиг с тобой, золотая рыбка. Давай, потратим 2, оставим себе 1. Пусть он по кругу ходит. Мне что-то кажется, или прям медленно в этот раз? Это пауза. Это обычная скорость. Все. Играем на обычной скорости. Ну, здрасте. Ну, давайте я проведу пока сюда другую линию. Она не будет треугольники забирать. Она будет хоть немножечко сгружать квадраты и эти. Треугольники у нас будет сгружать только. Ну, что ты так долго? Серьезно, он там стоит, лутается. Три часа просто. Да, да, вот так вот. Ну, как бы, ну, нельзя так. Он чисто с треугольниками, смотрите, катается. Да ну нафиг. Еще одна треугольная станция. С треугольниками реальная проблема, смотрите. Так, нужен локомотив, нужен вагон. И вагон нужен на красную, чтобы он сгребал всех этих придурков. Вот эта станция сейчас сдохнет просто. Ты можешь быстрее ездить, дружище? Там прям проблемы. Черт побери, зеленые тоже сюда надо тыкнуть. Ты же не будешь квадратов набирать? Вот ему не хватило на треугольники. Прикиньте, он набрал два вагона треугольников, отвез их, и ему не хватило. Почему так долго? Я просто офигеваю. Смотрите, оно так неспешно работает. Такой, да, да, вот так по одному. Что-то с игрой случилось? Или что-то именно с этим местом положения? Все поезда работают, трындец, как долго. Хорошо. Я хочу посмотреть, как в другом городе это будет происходить. Потому что здесь какой-то кошмар происходит пока что. Что ты там стоишь три часа на этой станции? Ну, нет, ну так у нас, конечно, дело не пойдет. Он просто столько времени проводит на станции. Она все так долго, она все такое. Давайте мы синего продлим досюда, потому что иначе, мне кажется, будет плохо. Этот сейчас заберет шесть треугольников отсюда. Блин, ребят, я никогда не думал, что у нас... Нас обычно кругляши губят, а тут нас решили замочить треугольники. Это восстание треугольников так нельзя. Я немножко ускорю. Это просто болезненно, медленно. Какой переход, блин? Ладно, переход. Не, переход все-таки, ну его нафиг. По красной надо в обратную сторону. Да, уникальная станция, спасибо тебе большое. По красной надо в обратную сторону запустить. Да, 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 на, держи. Они не ездят вообще. На тебе кругляша посередине. Тебе тоже. Локомотив, два тоннеля. Да, пожалуйста. И по синий тоже второй локомотив пустить. Ну что, пока что это все как-то выглядит, как кошмар. Что-то какое-то, блин, подождите. Несоответствие скорости появления пассажиров на перо, а не скорости выгрузки. Так нельзя. О, квадрат, спасибо. На тебе. Воскресенье. Блин, что он предложит? Ну локомотив предложит. Какой еще один? Зачем мне еще один переход? Давайте я линию возьму, фиг с вами. Я хотел сказать, при том, что сейчас в левой нижней части начнет появляться всякий бред, и вот это будет интересно. Подожди. Нафиг тебя. Будешь заканчиваться на вот этой станции. И будешь еще и, так, на вот эту станцию будешь идти. И тогда ставим себе лишь, отлично просто. Что-то как-то вот, ну вот прям нет. Ну я не знаю, то ли это, потому что так, первая катка как-то тяжело заходит, то ли какой-то бред происходит. Подождите. У меня нет лишнего локомотива, чтобы поставить туда линию. Хотя вот эту часть нужно уже отдельные линии перекрывать. Подождите, подождите. С другой стороны полный трендец у нас как раз творится посередине. Да какой переход? Ну вы реально, что ли? А почему нельзя-то? Ну оно, оно штыркается, как будто можно. Не спрашивайте. Какая перегрузка, а кстись. Вот так ты будешь ходить, дружище. Ты нормальный, блин. Зачем ты туда столько скинул? О-о-о! Чёрт. Это очень плохой выбор. Лишний локомотив на зелёную явно не помешает. Субтитры создавал DimaTorzok Как я это, по-вашему, должен делать? Субтитры создавал DimaTorzok Так нельзя, вы чё? Ну так просто нельзя, это какой-то отстой. Субтитры создавал DimaTorzok Мне же этого не хватало. Загрузка пассажиров какая-то, ну скорость загрузки пассажиров вообще какая-то нереальная. Локомотив вагон по зелёной в ту сторону идёт сейчас. Подожди. На, держи. Почему ты там торчишь на станции 35 часов? Ты чё? Он загружает людей медленнее, чем они приходят на станцию. То есть, серьёзно, пока он загрузил троих, пришло четыре. Это как вообще? Чё за дичь здесь происходит? Да ну, нет, отыщем и тут явно не дотянем, но сейчас вот эта станция лопнет. А, ну просто транзитом через неё прошёл и всё, нахрен надо, да? Повёз два состава треугольников, короче, отвёз. Я не, у меня нет слов, это какой-то трэш. Давайте следующее будет нормальное. Я уже готов, что тут мы проиграли, вот оно, да. Я смирился, мне нормально. Так нельзя. Сингапур. А, кстати, Сингапур у нас, в Сингапуре у нас набран рекорд. Поехали в Каир. Стамбул у нас требует... О, сорян. Чуть-чуть не сдох, блин. Стамбул у нас требует Каира. Шанхай у нас требует Каира. Или Стамбула. То есть, по идее, Каир у нас сейчас как ворота в Стамбул и Шанхай. Поехали в Каире, немножечко намутим. Мост через Нил, чтобы объединить Каир. Поехали в Египет, да? Кто любит египетские туры? Я не знаю, я ни разу не был в Египте просто. Вроде как ходят в десятку самых посещаемых стран в мире, но я там ни разу не был. Так что, да. Кстати, кто был, рассказывайте. Ну, не то чтобы... Знаете, есть люди, которые приезжают в Египет чисто посидеть в гостинице, они из нее не вылазят, вот начался отпуск, и чувак тусит в гостинице все это время, там, на all-inclusive, там, в бассейн. Это не считается, что человек побывал в Каире. Если вы с аэропорта приехали в гостиницу, два раза вышли в город, посмотрели на пирамиды и зашли обратно, и больше нигде не были, это не считается, что вы там были. Считается, если вы там поехали, куда же это интересно и посмотрели. В общем, вот это вот отдых считается. А то, что приехать посидеть в гостинице, это не отдых. Ну, конечно. А сколько у меня? Три. Изначально три. Ну, на самом деле, не самый худший результат. Могло быть хуже, да. Подождите, мне же предлагали мост через Нил построить. Мост! Почему мне дают тоннели под рекой? Ну, игра, зачем такой обман? Ну вот, смотри, вот он приезжает. Кхм, сорян. Он приехал, скинул, поехал дальше. Приехал, скинул, поехал дальше. В Ташкенте была какая-то фигня, что он приехал, он стоит. Человек пошел на перекур, пошел, съел сэндвич, пошел, почесал задницу и такой, о, тут еще четыре пассажира пришли. Возьму-ка я только двух из них. Ха-ха-ха. Ой, блин. Не, когда метро, это же как раз фишка в том, чтобы оно быстрое было. Если оно не быстрое, то нафиг оно надо. Так. Если метро не быстрое, то метры не должно быть. Вся суть как раз рельсы вот этого транспорта, метро, трамваев, поездов, это скорость. То, что у них нету пробок, то, что они могут ехать куда хотят. Ну, куда им проложены рельсы, я понимаю, но все равно. Ну, то есть, не знаю, мне очень понравилось, кстати, как это в Германии организовано. Я там, когда бывал... Так, чему берем? Мы, наверное, возьмем вагончик, потому что... Хотя здесь, с этой стороны, мне бы лишняя линия не помешала бы. Ладно. Появится квадратная станция, посмотрим. Вот. У них что, ну, например, в том же Мюнхене, мне очень понравилась подземка, она офигенно устроена. Но даже, когда ты садишься на поезд и едешь в другой город, даже если какой-то небольшой городочек, даже какой-то небольшой поезд, все это организовано просто охренительно. То есть, поезда удобные, классные, тихие, скоростные. Ну, то есть, песня просто. Как раз, знаете, вот эту фишку, когда вам рекламируют какую-то карманную консоль какую-нибудь, там, Нинтендо или Сони или что-то такое, и они показывают вам такого счастливого, улыбающегося человека, который едет в вагоне в поезде, и играет себе потихонечку в консольку. Вот это вот спокойно можно представить себе то, что происходит в Германии. Там метро офигенное. Кстати, про Чехию могу сказать то же самое, по крайней мере, из того, что я видел. Ребят, кто из Чехии или из Германии, напишите, если вы там прям живете, если вы прям в курсе, что происходит. Это вот то, что у меня сейчас случилось, это ощущение туриста, или же там на самом деле все так? Потому что сколько раз я бывал в Европе, и это, пожалуй, две страны, в которых больше всего мне понравилось путешествовать жидо-транспортом. Потому что это просто доставляет удовольствие. И как бы... Стой! Это что, трамваи какие-то? Почему они по четыре человека забирают? Это как? Я только обрадовался, что они быстро выгружают. Посмотрите, они забирают по четыре человека. Это что за свинство? Всегда в вагончик шесть человек впихивалось. Это... Потому что жарко, это какая-то дискриминация. Что происходит? Я только сейчас заметил, офигел. Как? Как? Давайте тогда по два вагончика хотя бы. Ну, люди, ну так нельзя. Не, они нормально перевозят, быстро высаживают, быстро выкидывают. Ну, по четыре человека. Вот он сейчас приехал на конечную, забрал три человека, и всё. И четвёртый там ещё и подошёл. Офигенно. Так, воскресенье. Мне нужно будет на синюю сейчас ставить ещё один локомоко. Два туннеля. У меня ещё два есть. Возьму-ка я линию. И поставлю я эту линию вот сюда. На обслуживание местных нужд. А синюю замкну. Нафиг. Зелёную у меня будет... Ну, вы понимаете. Красному всё равно придётся держать вагоны, потому что... Да, потому что квадратные станции у нас только здесь. А, кстати! Офигенно. уникальная станция. Вот. Ну, вот пока что как-то так. Сколько у меня ещё есть? Один тоннель на всё про всё и больше ни хрена нет. Но у нас четверг. Мне не нравится, что с левой стороны у нас, во-первых, уникальная станция, во-вторых, нет ни одной квадратной. квадраты вывозятся чисто красными локомотивами. Причём красными локомотивами в одну сторону. На тебе вагон сюда. Субботу. Так, 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 так. Осторожно, осторожно. Нужно опасаться крайних опасных станций. Вот эти вот, как вот зелёная сейчас была внизу. Она могла бы запросто сейчас переполниться. Аккуратненько, аккуратненько. Он... Да. Локомоко два тоннеля. Да, потому что вагон не дают, а вагон это то, что мне сейчас надо. А кроме вагона пошли все нафиг. Наверное... Может быть, на какую завести ещё один? Пусть будет противоположный, плюс вот эту станцию тоже прихватит. Их будет два. Два на это уже мало. Блин! Блин! На красный перегрузка. А мне нечего туда поставить. А мне что-то побери, нечего туда поставить. на красный перегрузку. Да, он приедет, заберёт. Но, блин, прям вот... Знаете, чё? Зелёную ветку убирать, она тут бесполезна. Мне нужен локомотив и поставить его на синюю в обратку. если мы это сейчас всё протащим. он проехал, он ничего не... Ну, он забрал четыре человека, конечно. Но вагончики на четыре человека это вообще не стратегия. Ребят, очнитесь, так нельзя. А как? Мне нужно пятьсот человек в Каире набрать, вы там долбанулись или где? Вот он вот сейчас, смотрите, он четыре человека сгрузит, он их тут же и заберёт. Ну, то есть с этой же станции ему вообще как нефиг делать. Тут он два заберёт. Ну, ещё одного заберите, хотя... Ну, что же вы за люди такие? Этот двух заберёт. Там треугольники, треугольники нас опять убивают. Забрал, по крайней мере... Ага, скинули счётчик. Ненадолго мы этот счётчик скинули. Воскресенье... Вагон нужен! Просто трындец как! Спасибо. Давайте скорее вывозите. Давайте скорее вывозите. Едь в обратку. Мне нужно ещё чуть-чуть совсем человек развести, чтобы та станция не лопнула. Едь, блин! Скотина, едь! Он просто стоит на станции! Едь! Чувак, едь! Он... Ну, серьёзно, чувак просто стоит на станции с этим... Да, он решил поехать, серьёзно, ну... Так это бесит. Почему тебе нужно стоять ждать? Куда ты тут вообще... О, пятьсот. Хорошо. Трындец как это бесит. Он стоял, ждал, пока единичка, вагончик единичка, полный, переполненный, отъехал от него на пять станций, только потом он поехал дальше подбирать пассажиров. Это... Это нифига не логика, я тебе поставил пожар и тушить. Ты хернё делаешь. Ай, блин. А, вот там внизу сейчас лопнет, да, я её не заметил. Я слишком сильно смотрел наверх и не смотрел, не посмотрел вниз. 547. Ясно. Я понимаю, что тут геймплей как-то нужно развивать, но вот то, что творилось в Ташкенте и то, что творилось в Каире, в Ташкенте люди, поезда работали трындец как медленно, в Каире всё работало быстро. Но... Но, блин. Может, в Стамбул ещё сходим, ребят, ну, осталось немножко времени. Давайте ещё в Стамбул сходим. Ну, что у нас вот эти две карты, они были прям такие какие-то, не такие. У нас тут автобусы? Нет, у нас тут поезда. Станции такие, знаете, заполненные, прикольные, мне нравится, когда так. Сейчас попробуем избежать вот этого вот тоннеля. да, вот здесь, здесь по шесть забирают нормально. Здесь как раз вот вагончик, в который вмещается шесть человек. Ну, ок, супер. И загружают, кстати, нормально, по-моему. Можно вот так вот сделать? Тебя разрешит, так сделает. Видите, он стоит, ждёт сейчас. Ладно. Сейчас уехал. Расходитесь. Вот тут вот где-то дайте станцию. Во! Вот это вот как раз, да, идеально всё. Убираем туннель. Я не посмотрел, чего нам тут надо, нам надо 500. Но за 500 ачивку точно дадут? Я так думаю. Тут сейчас, по-моему, за 500 везде ачивки дают. Да, последний локомотивчик сюда потратил. Хорошо. Красно-зелёные линии. Треугольник наверху. Сейчас, если дадут вагончик, на что я надеюсь, то я примерно знаю, что я буду делать. Так, воскресенье, чайки подтикивают, давайте поехали. Моко-моко и вагон. Супер. Тогда мы берём третью линию. И вот сюда. Во, точно. Одну по верху, две по низу, одна вправо, другая влево. И сейчас будем смотреть, оно вот тут сверху теперь сечение трёх линий выглядит, как будто, знаете, такой пучок проводов, которые скрутили. Давайте сегодня хотя бы одна нормальная катка будет. не вот эти две сумасшедшие, которые были до этого. Так. Ну, тут я не вижу смысла разъединять. Давайте делаем олимпийскую троицу. Скрутка проводов. Ну, серьёзно, вот это сейчас очень похоже на скрутку проводов, и потом дальше они такие ответвляются, ответвляются. Прикольно. ещё учитывая, что, знаете, все провода, они же имеют какой-то свой отличительный цвет. Вот. И смотришь, тут, тут это очень ярко создаёт образ. Так, пока что перегрузок у нас нету, но мне не нравятся немножечко некоторые вещи тут, 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 там. Посмотрим. Посмотрим. Вот. Видите? Начинается. Начинается веселье. Любовь, дружба, жвачка. Нам теперь придётся гонять поезда аж в Туду, и круг лише он заберёт только на обратном пути. Ну, хорошо. В идеале нам тогда ещё отдельную кольцевую линию с правой стороны. Ну, сейчас будем посмотреть, как это всё выглядит. Он сверху на букву М похож. Когда станции обслуживают три разные линии, это, конечно, прикольно. Так, локомотивчик, вагон возьму, второй, вагонов много не бывает, поэтому вот мы, например, красный мы дадим сейчас вагончик, потому что у нас там до хренища накопилось. И сейчас, чтобы всё это впитать. Да, отлично. Зелёный у нас вообще один катается. Давайте мы зелёного напарника дадим. насчёт вагона, наверное, пока что нет. Вот так вот пока что как-то это будет. У Голубого у него две станции самостоятельные, то есть ему оттуда просто нужно выгребать людей. А, нет, вот ему третья станция подъехала. Может быть, тогда тоже ему сейчас вагончик вкинем, потому что он один ездит. Мне кажется, это было по-логичному. Чтобы он забирал всех с крайних техстанций, ввозил их внутрь. Ну, здрасте. Красная у нас линия останется гиперрастянутой. Просто огромнейший перегон между станциями. Станции две штуки, но они занимают полкарты. И уникальная станция. Здравствуйте. замыкаем замыкаем нафиг. Зеленые и синие сюда. красные красные замыкаем в кольцо. В кольцо он и. у нас у нас уже недостача всего чего только можно, так что все нормально. локомотив локомотив блин. Но вагон. Нет, что сделал-то? Мне очень нужны тоннели, да. У меня их не осталось, да. но локомотивы и вагоны нечь нужны больше. Сейчас выкинет треугольников, закинет круг ляшей. Нормально. У голубого там большая нагрузка слева, но он справляется. Так что ну в общем-то пока норм. Именно благодаря вагончику он справляется. Можно бы кстати может на красный пустить еще один локомотив. В какую сторону? Треугольники туда? Пусть он треугольников забирает. А он всех просто забрал. А куда ты квадратов забрал их везти через пол карты? Чувак зачем? Значит еще одного квадрата тут подхватит? Ну конечно. Ладно фиг с тобой. тебе видней. Вот тут сейчас заберет квадрата тут заберет квадрата и повезет их через четыре станции. как бы да ладно. Немножко не нравится как на зеленом они курсируют я потом что-то исправлю. Неожиданно бывает и такое когда звонит телефон и ты не знаешь что делать туру-ту-ту-ту-ру так продолжаем издевательства над пассажирами у нас уже перегрузочка у нас уже все хорошо там люди едут на квадратную станцию на квадратную им пофиг а серьезно почему вот этих квадратов никто не развез сверху на станции они такие висят чилят у них там все хорошо блин у меня опять нужен лакон тогда может быть не мне придется опять на красную ставить лакон уникальная станция да уникальная станция это всегда хорошо мы всегда этому рады в скобках нет вы можете пожалуйста квадратов сверху забрать какого фига вообще происходит их просто все игнорят серьезно приезжают забивают на них и все хорошо я сюда зеленого подсоедню просто чтобы он может быть не чисто квадратов разберу ладно 500 человек доставили вот да вот 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 просто все хорошо он их туда будет просто скидывать и нормально скидывать ухо кругляш тут у нас четыре локомотива ходят пустые нафиг не дружище давай сюда вместе с слагонами забирай отсюда всех ну относительно всех насколько это было возможно треугольничков сбрасываем подцепистое отлично отлично скидывать нафига Мне так нравится, они приезжают, просто выгружают их и такие, а к чёрту. Собирай всех треугольников отсюда. А всё, он теперь мимо уникальной станции поедет, красавчик просто. Не, он там ещё что-то собрал, вот здесь он всех сгружает, да. А мне просто подвижного состава не хватает, чёрт. Как бы вот как-то, что-то как-то так. И зелёных я сюда подвязал под этот квадратик, чтобы они сгружали сверху, а они теперь забиты снизу. Им приходится всё это делать, у них ни вагонов, ни хрена нету, дай сюда вагон. Если я зелёным дам вагон, они мне очень хорошо снимут напряжение с красной станции, потому что красным мне придётся квадрат искать. У меня вообще сейчас этот, тоннельчик бы, я бы красных подвязал бы ещё вот сюда квадраты сгружать, было бы хорошо. Слушать, а это идея, попробуем сейчас. Если будут тоннели, опять же зелёных надо немножечко разгрузить вот тут внизу. Пока план работает, если я не профтыкаю, если я успею, потому что могу не успеть и тут всё лопнет к чёрту. Вот этот вагон, давай сюда. Ты развёз, дай другим развести. Ну блин, он моментально всё это забил, смотри. Он приехал и просто моментально всё это забил. Локомотив, да. Я трачу сюда два тоннеля, это неприятно, но это поможет мне разгрузить именно проблему с квадратами. А почему красные только в одну сторону ездят? Серьёзно, почему красные ездят только в одну сторону? Ой, блин. Я профтыкаю, теперь у меня голубая ветка взрывается. Ну, отлично, да? Никто не гадал он, совсем не ожидал он такого трындица. Забирай. Нет, 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 поезд уже загружать начал, ну вы чё? Пять человек не хватило до тысячи. Нет, если бы мы просрали на 820, я бы ничего не сказал. На 995. Ну вы чё? Блин, сегодня прям какой-то день разочарования. Не, не, я нормально поиграл, мы с вами нормально посидели, все дела. Ну какого же фига? И вот, ну поезд же уже был, он уже начал загружать. Я уже сколько раз замечал, тут есть такая фишка, когда поезд начинает на станции загружать, даже если она переполнена. Игра не проигрывается, но уже второй или третий раз случается вот такая фишка, что это не так. То ли мне до этого просто везло, что он успевал загрузить до того, как игра проиграна. То ли, ну как-то вот, вот сейчас это было нечестно. Я постарался сделать всё, что я мог. Так, хорошо, Шанхай у нас открылся, Гуанчжоу открылась, Нанкин, мамкин, в Нанкин нужно Гуанчжоу 500. Ну короче, в следующий раз тогда сюда и поедем, я не знаю какой будет Дейлик, поэтому, ну как бы, это ж непредсказуемо. Опять будет Берлин какой-нибудь, да? Ладно, ребятушки, на этом будем заканчивать, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-бабра, всем молодушек. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok